Сегодня поговорим о чуде Белоглазой и о том, куда она пропала. Одно из самых старых письменных упоминаний встречается в повести временных лет. Варяги из-за моря обложили данью чуть, славян, мерю и кривичей, а хазары с полян, северян, вятичей брали дань по серебряной монете и виверице, по белке с дыма. О чуде писал и Ломоносов. Сию древность тамошние чуди доказывают и поныне живущие под вине чудского рода остатки. Ломоносов, сочинение, том 4, 1952 год, страница 196. Ходим по островам, нет нигде нам места. То высоко дуван, а под скалами больно пещер много. В них кости человеческие. Столько этих костей, что даже страшно. Какие кости? Белоглазый чуде, чудь там прежде жила. Она от потопа осталась. Покровская, к новой земле, Москва, 1933 год, страница 9. Как широко был распространен народ чудь. Давайте обратимся к топонимике. Чудское озеро, чудской монастырь в Кремле, чудские копи на Урале, Сибири, Алтае. По версии независимых исследователей, чудь белоглазая – это арии, вышедшие из Арктиды, Гипербореи. Ар – это земля. Ар – шин, ар – хитектор, ар – ена, арка и так далее. Арии – это жители земли. Остановимся на чудских копиях подробнее. Вы, наверное, знаете, что в Сибири, на Урале и Алтае находят большое количество старинных украшений. Например, пермский звериный стиль. Кстати, эти изделия еще называют чудские образки. Обратите внимание на вот этот чудской образок пермского звериного стиля из коллекции Рериха. Это сокол с расправленными крыльями. Очень похожий артефакт был найден в 2008 году на земляном валу в городище Старой Ладоги. Этот символ, атакующий сокол, – родовой герб Рюриков. Рюрики – это очень старый правящий род. Сам символ атакующего сокола означает гораздо больше, чем многие думают. Но об этом в следующий раз. Так вот, если пойти от исходного, то есть от металла, то встает вопрос – где его добывали? Чудские копии – собирательное название наиболее древних рудных выработок, следы которых обнаружены на территории СССР. Это Минусинская котловина, Западная Сибирь, Урал и Алтай. Чудские копии начали эксплуатироваться примерно в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Глубина выработок в среднем была 10-14 метров. Некоторые достигали значительных размеров. Например, медный карьер в районе города Орска имеет длину 130 метров и ширину 15-20 метров. Каргалинское месторождение медных руд также наводит на серьезные размышления. Каргалинские копии, расположенные в 60 километрах от Оренбурга в 1995 году, были исследованы русскими учеными-археологами, которые установили, что более пяти тысяч лет назад на Южном Урале возник крупнейший центр металлургии древности. Этот центр по своему влиянию на развитие человеческой цивилизации значит намного больше, чем знаменитые копии царя Соломона у Мертвого моря. Вот что рассказал об этом археолог-профессор, доктор наук Евгений Черных, корреспонденту российской газеты Громову. Горники седой древности проработали в Каргалах без малого две тысячи лет. Пробили более 20 тысяч шахт, штолен, карьеров, шурфов. Общая длина разработок – сотни, если не тысячи километров. Добыто в них было около двух миллионов тонн руды, из которой выплавили не менее 50-60 тысяч тонн меди. К середине второго тысячелетия до нашей эры изделия из каргалинской меди распространились по огромной территории. Анализ химического состава медных и бронзовых изделий из могильников древних поселений показал, что металлом из каргалов пользовались предки знаменитых кемерийцев, ходивших воевать на юг, за Кавказский хребет. В наши дни, когда идет изучение поселений древних рудокопов, ученые начинают понимать, что представляли собой эти необыкновенные племена. Оказывается, их общество было очень дифференцировано. Одни руду добывали, другие выплавляли металл, третьи возили его на продажу за тысячи километров. И все эти отношения нужно было как-то регулировать. Из вышесказанного следует, что достаточно высокоразвитая цивилизация уже существовала на этих местах более пяти тысяч лет назад. В 17 веке чудские копии находили заново. Например, история Гумешевского рудника. Она ставит под сомнение промышленное освоение Урала в 18 веке и отодвигает его как минимум на четыре тысячелетия в прошлое. Уже в 17 веке на поиски древних рудокопий ходили экспедиции. Основным признаком при поиске руд на Урале и Алтае служили остатки древних горных выработок. Ямы, шахты, отвалы вокруг них. Таким образом, древнее Гумешевское месторождение было открыто повторно в 1702 году. В древности, предположительно, с середины второго тысячелетия до нашей эры на Гумешевском месторождении разрабатывалась мощная зона окисления медных руд. Работы продолжались с перерывами на протяжении многих веков. Позже в шахтах многократно находили следы древних работ и остатки орудий древних рудокопов. Я давно изучаю вятичи и снял про них несколько фильмов. Ссылки в описании под видео. Вятичи были рудокопами, мастерами и металлургами. Судя по роду деятельности, чуть, вятичи – это один народ, просто названный по-разному. Возвращаемся к чуде. Куда она пропала? Есть очень старая легенда, что чуть ушла под землю. Попробуем разобрать эту легенду. Легенды о чуде записал исследователь, путешественник, писатель и художник Николай Константинович Рерих. В горах Алтая, в прекрасной горной долине Уймон, седой старовер сказал мне, «Я докажу вам, что легенда о чуде, подземном народе, не фантазия. Я приведу вас ко входу в подземное царство». По дороге через долину, окруженную снежными горами, мой хозяин рассказал мне множество историй о чуде. Замечательно то, что «чуть» на русском языке имеет ту же самую основу, как и слово «чудо». Вероятно, поэтому мы можем считать «чуть» чудесным племенем. Мой бородатый проводник рассказал мне, как давным-давно в этой плодородной долине жило и процветало могущественное племя чуди. Они знали, как изыскать минералы и как вырастить богатый урожай. Самым миролюбивым и трудолюбивым было это племя. Но потом пришел белый царь с неисчислимыми отрядами жестоких воинов. Миролюбивая и трудолюбивая «чуть» не смогла сопротивляться насилию завоевателей и не хотела терять свою свободу. Они остались слугами белого царя. Потом впервые белая береза начала расти в этом районе. И согласно старинным пророчествам, «чуть» узнала, что пришло время их ухода. И «чуть», не желая оставаться в подчинении у белого царя, ушла под землю. Вот другая интерпретация той же легенды. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела «чуть» остаться под белым царем. Ушла «чуть» под землю и завалила проходы каменьями. Сами можете видеть их бывшие входы. Только не навсегда ушла «чуть». Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять «чуть» со всеми добытыми сокровищами. Рерих Николай Константинович Шамбала. Москва, 1994 год. Страницы 140-141. А вот как несколько лет назад рассказывал эту же легенду сторожил верхнего Уймона Лука Осипатрович Огнев. Давным-давно не росла в Уймоне белая береза. И поняли люди, что надо им будет идти к белому царю. Не захотели люди ему подчиняться за то, что он преследовал праведников. Выкопали они большие-пребольшие ямы, поставили в ямы столбы, на столбы крышу, навалили на крышу камней и земли, а потом притащили в яму весь свой скарб, загнали туда же скотину, привели все свои семьи и подрубили столбы. Рерих Николай Константинович. Цветы Мории. Страница 238. Что можно понять из этой легенды? Приходит белый царь. Чуть не желает ему подчиниться и уходит под землю. То, что белый царь – это зима, многие, наверное, уже догадались. Почему чуть не захотела как бы подчиняться зиме, пока непонятно. Для нас зима – это обыденное явление. Но в этой легенде зима как будто приходит внезапно. Ее не ждали и не были к ней готовы. Думаем дальше. Насчет березы. В одной версии не росла береза, во второй версии – как только зацвела белая береза, по третьей версии – впервые зацвела белая береза. Что здесь можно понять? Почему уточняется, что береза белая, если она и так белая? Что значит «зацветет береза»? Давайте подумаем, на что похож силуэт березы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наши предки называли ядерный взрыв «зацветающий белой березой», а мы называем «ядерный гриб». Интересно, почему именно гриб? В общем, если сложить все вместе, получаем. Белый царь – это ядерная зима. Зацветающая белая береза – это ядерный гриб. Ушли под землю, ушли в бункеры, в пещеры или хотя бы хоть куда-то спрятались от ядерного взрыва, в какое-то укрытие. Выкопали они большие прибольшие ямы, строят убежище, поставили в ямы столбы, на столбы крышу, навалили на крышу камней и земли. Защита от радиации. А потом притащили в яму весь свой скарб, загнали туда же скотину, привели все свои семьи, планировали в этих убежищах выживать, подрубили столбы. Вот здесь, возможно, конструкция не выдержала взрыва и обвалилась, либо это искажение, прошедшее через века. В завершении хотим рассказать вам один случай. Произошел он на Урале в городе Кыштым. В Кыштыме в 18 веке бурно развивалась промышленность. В городе в 1757 году заработали два чугуноплавильных и железоделательных завода. В наши дни, при попытке раскопать подвал старинного здания, ковшик экскаватора задел металлический лист. Под листом, в кирпичном приямке, были найдены останки людей. По словам волонтера Екатерины и Васько, первый череп был обнаружен еще 9 июля. Остальные останки нашли в подвале в минувшую субботу. «Мы вытащили 6 черепов. Один из них был детский, совсем маленький. Может быть, там захоронено даже больше 6 человек», рассказала Екатерина корреспонденту ГТРК «Южный Урал». Вот что говорит Александр Фадеев. «Первое, что бросилось в глаза, это нарушение всех традиций погребения, отсутствие гробов и неправильное расположение тел, головой на восток. Рядом с костями находились фрагменты кожаной обуви. Кирпичная кладка самих колодцев старая, на известковом растворе. Были версии насильственной смерти, расстрела 1930-х годов или более ранних убийств. Но судебно-криминалистическая экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти. Находка была найдена на берегу водохранилища. Если бы хотели кого-то убить, то утопили бы в воде, а зимой в проруби. Рассматривали версию перезахоронения, но отсутствие гробов ставит и эту версию под сомнение. Попробуем разобраться с этим захоронением. Нам поможет тот факт, что здание имеет высокий подвал, который был засыпан. То есть изначально уровень земли был значительно меньше, чем сейчас, а подвал раньше был первым этажом. Можно предположить, что эти кирпичные приямки были незначительно заглублены в землю. Их верхняя грань была вровень со старым уровнем земли. Дальше люди, которые по всей видимости имели отношение к этому зданию, попадают в эти приямки. И кто-то, а может быть они сами, накрывает приямки металлическим листом. Нам надо разобраться. Они попали в эти приямки живые или мертвые. Отсутствие гробов говорит нам, что это не захоронение. Повторюсь. Если стояла задача убить и спрятать тела, то утопили бы в воде. Или выкопали яму подальше от здания, чтобы никто не нашел. Если люди попали в эти приямки живые, то при каких обстоятельствах? Зачем они спрятались в кирпичных приямках и накрылись железным листом? Для того, чтобы люди спрятались в кирпичном приямке и накрылись металлическим листом, должна быть очень веская причина. Какая именно? Независимые исследователи воздвигают версию, что данное здание изначально было промышленным объектом. В этом здании работали люди. Если присмотреться, то на фотографиях можно увидеть металлургический шлаг. В то время шла очень странная для нас война, когда в города неожиданно прилетало что-то. После попадания был пожар и разрушение зданий. Последствия были похожи на применение оружия массового поражения. По всей видимости приямки сделали сами люди на случай взрыва. Люди услышали приближение опасности, бросились в приямки, накрылись листом металла от радиации и чтобы не завалило обломками от здания. В значительной степени поражающие действия снижаются инженерными сооружениями. При своевременном занятии личным составом инженерных сооружений радиусы зон поражения уменьшаются. В блиндажах и убежищах в 5-7 раз. Они планировали выбраться, но не выбрались. Часть людей погибла в самом здании. Рядом водохранилище. И не исключено, что была повреждена плотина и данную местность затопило. То, что уровень грунта увеличился и что в грунте множество обломков кирпичей и камней, хорошо видно на фотографиях. Примерно так же под землю уходила и чуть белоглазая. По версии независимых исследователей, весь 19 век была очень странная война. Похожая на добивание друг друга после глобальной ядерной войны. Сама война прошла. Люди постепенно начали восстановление промышленности и городов. Но непонятная система что-то вроде «Мертвая рука» или «Периметр» продолжала больше века запускать ядерные ракеты по городам. Самый поздний случай – так называемый пожар в Токио в 1923 году. Смотрите сами на последствия. Больше похоже на применение оружия массового поражения. Весь 19 век работала метеорологическая служба, от слова «метеор». Она начала следить за температурой, влажностью, ветром лишь в начале 20 века. А в 19 веке метеорологическая служба, судя по названию, следила за метеорами. Или тем, что цензура в то время называла метеорами. А на этом все. Благодарим за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. До новых встреч. Пока.